Депутаты собрались организованы и в положенный час приступили к работе. Заседание комиссии по социальной политике и природопользованию открыл ее председатель. Михаил Симонов напомнил собравшимся повестку дня и определил порядок отчетов. В числе актуальных вопросов стояла готовность оздоровительных лагерей к приему детей. Что изменилось? Изменилась цена. Значит, по сравнению с прошлым годом, у нас стоимость путевки полная 9 тысяч рублей. Родительские средства, согласно постановлению губернатора, как и в прошлом году, составляют не более 20% от общей стоимости. Соответственно, это 1600. И 1 800 000 – это областная субсидия, 5 600 000 доплачивает муниципалитет. Это достаточно серьезная нагрузка в этом году легла на плечи муниципалитета. Но мы эти деньги нашли и на плечи родителей не повесили отсутствие той компенсации в областном бюджете. В этом году летние лагеря отдыха примут более 3 тысяч детей. Примерно столько же посетят пришкольные организации, путевки в которые стоят 270 рублей для работающих родителей и 1350 для неработающих. Средства по организации детского отдыха выделяет и областной, и местный бюджет. Организация округа Мурома увеличивает финансирование ежегодно. Только в лагерь «Белый городок» на восстановление старого корпуса выделено более 3 миллионов рублей. Для полной сдачи его эксплуатации изыскивается дополнительно 1,5 миллиона. Сейчас на контроле администрации округа вопрос безопасности и продовольственное обеспечение детского отдыха. Кстати, на подписи главы Евгения Рычкова постановление, определяющее срок купального сезона и места массового отдыха муромлян. Зона отдыха. Набережная в районе левого берега реки Ака. Съезд по улице Воровского 250-300 метров вверх по течению реки. То есть наше традиционное место. Места запрещенные для купания. Это нижний, средний и верхний пруды на ручье Вербовка, микроэнно-Вербовский. Участок реки Ака в районе Киманской слободы протяженность 1 километр. Участок реки Ака в районе Карачарова протяженность 1 километр. Пруд в районе вагонного ремонтной компании, вагонный тепло. Технический водоем ЗАО «Выбор», водоем деревни Нежиловка и водоем поселка Муромский. Для пляжей силами муниципального предприятия благоустройства готовятся лавочки, кабинки для переодевания, навеса и даже заказан чистый песок. В планах организация волейбольных площадок, а также палаток с продажей воды. Управлению архитектуры градостроительства Мурома поручено разработать проект оформления родников. В этом году мы отремонтировали три родника, это микрорайон Вербовский за дамбой и за баней. Отремонтировали там навес, установили порчень. В Карачарове пробетонировали коптаж, то есть вода, которая поступает в церковь, она вот такая емкость, вот она называется, и оттуда уже выходит вода. Вот мы ее забетонировали, в ней было очень много трещин, то есть попадало откуда-то и чего-то. Вот, сейчас тоже отдали в Центр гигиены, заключили договор на проведение санитарно-эпидемиологических исследований воды в родниках. Это вот на май. По результатам они нам заключение вот дадут, как выполнят. На заседании комиссии по социальной политике и природопользованию Совета народных депутатов также был утвержден перечень муниципальных услуг, обсужден новый проект положений почетных гражданин Мурома и одобрена концепция по развитию туризма. Галина Воробьева, Александр Барсуков, Новости 24, Муром.